Всем доброго времени суток, друзья! Данное гадание индивидуально, это личный расклад. И опять же он касается отношения с бывшим партнером, с бывшим супругом. Первый вопрос, который мы задаем в этом раскладе, это чего, какого дара с небес с вашей стороны ждет от вас бывший? Что нужно сделать в этой ситуации вам? Чем вы его обидели? Как вам исправить эту ситуацию? Здесь даже два аркана почему-то у нас попросилось, давайте посмотрим. Какой урок в этих отношениях должен отработать бывший, а какой вы должны усвоить в этих отношениях урок? Почему вы до сих пор друг к другу как будто бы привязаны? Будет ли этому конец? Судьба рассматривает ли такую возможность, что вот это мучение двухстороннее, трехстороннее, оно все-таки завершится? И от меня бонусом предостережение вам. То есть чего в этом случае делать не стоит, чего в этом случае делать не нужно? Давайте смотреть сначала, какого дара от вас ждет бывший? Ну вы знаете, вот здесь все-таки ложатся карты, которые отвечают за материальное благосостояние, и они отвечают за все-таки финансовую сферу. Именно вот этот дар, которого он ожидает, он знаете как, как будто бы хочет, чтобы вы приняли его, смотрите, ложитесь вы, он и его краля. И между вами стоит основательный финансовый вопрос. Он ждет решения этого вопроса с вашей стороны таким образом, каким вы сможете ему, скажем так, сделать полезно и благоприятно. То есть он ждет, что если он будет какие-то вопросы, какие-то просьбы в вашу сторону делать, скажем так, просьбы вам выдвигать по поводу данного финансового вопроса, то вы пойдете навстречу и согласитесь. Ну а также здесь есть еще один интересный момент, интересный нюанс, который говорит о том, что в принципе бывший был бы очень не против, чтобы у вас с ним была интимная связь, то есть чтобы она наладилась с ним у вас. Но это опять же вам решать, делать это или нет, что нужно сделать. Но вы знаете, в данном случае можно поспорить, скажем так, и можно не обижая друг друга до крайней степени каким-то образом. Вы знаете, смотрите, вообще, конечно, интересная картина у нас. С одной стороны, карты говорят о том, что вам нужно делать вид, что вы поддерживаете спор, то есть вот такое вот его ощущение, но в то же время уходить от каких-то его острых углов. И сразу можно сказать, что вам можно периодически наводить тумана и не быть полностью с ним откровенной. То есть вы можете действительно играть ту роль, которую он хочет, которая ему приятна, при этом не раскрываясь полностью и преследовать свои цели, которые должны преследовать вы так, как это будет на благо вам. То есть вот какую-то иллюзию поддерживания спора вроде бы и надо, потому что если вы просто сразу будете смиренной и добродушно-доброжелательно настроенной как-то, его это может насторожить. А так вроде бы, ну, вроде бы поспорили для приличия, но не переходя на личности и не углубляясь там в какой-то катастрофический разбор полетов. Чем вы его обидели? Вы обидели его тем, что на определенном этапе вы проявили самостоятельность и на определенном этапе вы решили, как будто бы знаете, что вы справитесь со всем самостоятельно. Еще мы можем сказать, что в определенный момент вы, скажем так, сказали правильные вещи, которые предшествовали изменения в его жизни. И ему неприятно то, что вы оказались правы. То есть вы в определенный момент были правы и ему не понравилось, что в определенный момент времени, возможно, смотрите, если у вас такая была ситуация, когда вы сами собрали ему чемоданы, например, то он на это до сих пор обижен. Если такой ситуации не было, то его, скажем так, обидело то, что вы его визуально отпустили или сделали вид, что отпустили, то есть дали ему вот эту определенную свободу. И человек, конечно, озадачился в тот момент, называется он себя, в тот момент, когда он хотел бы чувствовать себя нужным, настолько нужным, насколько ему хотелось, не почувствовал. Изменило бы это что-то в его поведении, мы не можем сказать. То есть это все науке неизвестно. Но при этом, при этом вот это вот ощущение того, что вы сами с усами, знаете, вот это его, конечно, задело, обидело и покалечило в определенный момент. Как это исправить? Что вам нужно делать для того, чтобы это исправить? Ну, вы знаете, вот здесь карта говорит о том, что вам нужно ситуативно достаточно часто проявлять удовольствие от того, что происходит, и радость, и гостеприимство. То есть, когда он приходит, для вас это должен быть такой импровизированный праздник, когда вы ему рады, когда вы гостеприимная хозяйка, когда вы можете наливать ему вкусный чай, или если он, конечно, что-то ест на сегодняшний день в вашем доме, то, может быть, покормить его. Но в любом случае данное сочетание арканов говорит о том, что вы должны резко, буквально как по хлопку в ладоши, преображаться, когда вы его видите, и быть довольной и радостной. То есть, он хочет видеть, что ему рады. И если вы встречаете его в виде буки, то и у него это сразу вызывает определенную агрессию. У нас, ну вот, мне не рады, без меня обходятся. Какой он урок должен отработать в этих отношениях? И какой вы урок должны отработать? Ну вот, смотрите, он должен, во-первых, отработать урок умения правильно конфликтовать. Ну, вы знаете, у меня большие сомнения, что он сможет этот урок преодолеть самостоятельно, без вашей помощи. Для него это урок, связанный с некрасивыми поступками, любовным треугольником и сохранением того, что приобретено в результате пировой победы, будем так говорить. То есть, для него в этих обстоятельствах должно получиться, приобрести умение грамотно выстраивать конфликт, сохраняя свои интересы какие-то и сдерживаться в конфликте. Но поскольку он не хочет этому учиться, понимаете, можете брать ответственность на себя вы, потому что вряд ли он будет при таком настрое чему-то учиться и пытаться каким-то образом действительно выходить из этой ситуации и приобретать этот урок, получать его с желанием. Он этого не хочет. Какой урок должны усвоить вы в этих отношениях? Вы должны усвоить урок оптимизма, жизненной силы, самоутверждения и благополучия. Ну, плюс ко всему, конечно, это карта детства, это карта, скажем так, взаимопонимания, радости и мира. Но вот здесь вот я бы сказала, что четвертая с шестой позицией коррелирует. То есть, так же, как вы должны его с радостью встречать, точно так же вы должны в этом случае ему показывать полный мир. И вы должны приобрести мир в душе. Именно вот какую-то гармонию, которая позволит вам относиться к нему достаточно ровно, так как вы относились бы к хорошему, симпатичному вам человеку. И вы должны убрать агрессию. Вы должны быть, наоборот, абсолютно мирной, абсолютно довольной. И вот когда вы поймаете, как я называю это дзен, да, когда вы сможете просто вот сперва с радостным пофигизмом встречать его, потом, может быть, приобретать какую-то в душе искреннюю радость. То есть, сперва хотя бы наденьте улыбку, а потом, может быть, она в вас прорастет и уже будет лучше это получаться, где-то от души будет получаться. Поэтому вам, конечно, нужно выражать радость и большую теплоту излучать. Почему, по какой причине вы до сих пор привязаны друг к другу? Ну, вы знаете, здесь как раз-таки мы можем говорить о том, что в этой ситуации никакой магии нет. То есть, здесь не играет роль никакая магия в вашей привязке друг к другу. Это просто многолетние отношения и переживания многих сложностей в жизни. Вы друг к другу не чужие люди. Но вы свои, которые определенным образом разделены, немножко отдалены, да не немножко, а действительно отдалены от друга, друг от друга. Но между вами существует вот эта нить и связь именно потому, что вы прошли многое в жизни вместе, рука об руку. И, конечно, на сегодняшний день, плюс ко всему, ребенок, то есть здесь мы видим карту дочери, все это связывает. И все это, опять же, знаете, чем может быть завязано? Вас связывает урок обретения гармонии. То есть, лично вас привязывает к нему данный аспект достаточно сильно. Судьба подразумевает, что этому может быть конец. Судьба подразумевает, что этому может быть конец. Но этого в ближайшие полгода, восемь месяцев ждать не нужно. Это затянется, возможно, еще на долгие месяцы и не только месяцы, но еще и на срок до четырех лет примерно может быть. Пока вы не преодолеете вот это вот, пока вы не переоцените состояние своего одиночества. Пока вы не поймете, что это не одиночество, а определенного рода свобода. Как бы это странно сейчас не звучало. Вы можете располагать своим временем в определенном его, скажем так, разрезе. Вы можете самообразовываться и вы должны понять, что вот эта ситуация, это вам своего рода подарок и есть по судьбе. И что уже сейчас вы можете быть счастливой. А конец вот этих трений и конец вот этого странного, да, какого-то состояния зависимости друг от друга, он может наступить. Он может наступить, когда вы полностью поймете, что одиночество это не одиночество, а самостоятельность в вашем случае. Следующий вопрос, это, соответственно, предостережение. Ну вот знаете, как предостережением в вашем случае будет абсолютное ничего не делание. И абсолютное, знаете, вот абсолютный отказ от того, чтобы как-то совершенствовать ваши отношения. Если вы сейчас вот просто дергаете стоп-кран и никак не хотите, то есть полностью закрываетесь, то, понимаете, в связи с его нежеланием, да, идти на какие-то поступки, переосмысливание, на какие-то достаточно серьезные моменты работы над собой, он просто обычный мужчина, да. Конечно, в таком случае ваши отношения не будут развиваться, но если вы будете действительно стараться действовать в том ключе, в котором подсказывают действовать карты, то будет улучшение, естественно, в отношениях. Опять же, еще раз повторю, что полный отказ от отношений, полное как будто бы замыкание в себе, то есть, например, он пришел, а вы ушли демонстративно в этот момент или как-то по-другому. Это будет, конечно, неблагоприятно сказываться на ваших отношениях. Наоборот, вы должны его встречать и показывать радость от того, что человек пришел, говоря о том, что вы ему рады, что вас устраивает. И без какой-то иронии, то есть, не говорит, ну вот, наконец-таки, блудный папочка там, да, заявился, например. Если вы будете искренне радоваться и говорить, да, что я тебя рада, ведь я рада, что ты пришел к нам, причем не нужно подчеркивать, что ты пришел к дочери или как-то по-другому. Здесь нужно говорить именно о том, что вы его рады видеть в любое время и с любой целью прихода. Другой вопрос, будете вы поступать так, как он от вас требует или нет, это ваше право. Но показывать радость от его прибытия в ваш дом вы должны, тогда это будет помогать налаживать отношения. Ну, я желаю вам удачи, до встречи. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok